Гомсельмаш працует над снижением вытворчих выдатков. За последние тригады сумма отрималась довольно солидной. Когда 800 миллионов долларов, в вынику появился чистый прибыток. Это мы же поспоряло и рефинансирование долгого предприятия. Сейчас заводу нужно нарушать объемы вытворчащей, как погашать проценты по кредитам и вертать основные долги. На предприятии побывала наша здимочная бригада. Кирилл Конанчук – третякурсник Гомельского державного машинобудовничего колледжа. В складе студентского отрада три дня працовал в одном из цехов Гомсельмаша. С працей поспехово справился. Уже отримал свою первую зарплату. Зараз думает про то, как вернуться сюда на практику в будущем годе. Пришел по собственному желанию студотряд. Отработал здесь три недели. По мне понравилось. Не слишком сложно. Работал я за токарным станком. Выполнял сферильные операции. Мне понравилось. Я планирую сюда вернуться на практику. Отучиться уже здесь. Отработать практику. И, возможно, буду работать здесь. Планы Кирилла Конанчука абсолютно реальны. Летость на предприемство приняли коля 250 молодых специалистов. По планам нашим, кадровой политикой, предусмотрен прием в течение 2018-го. Не менее 300 молодых специалистов среднеспециальных учебных заведений, высших учебных заведений. Это технологи, конструкторы. Поэтому кадровый потенциал сегодня огромный. Мы успешно решаем все те задачи, которые ставят перед нами и правительство, и глава государства. Вот это сборочно-сдаточный цех. Тут у сутки с конвейера сходят коля 10 комбайнов. В месяц отрывливается омалия 250 одинок. За 10 годов завод вырубил коля 35 тысяч сельгазмашин. Две трети из них продали за межи Беларуси. Зараз экспорт складает коля 96%. Купляются технику «Гомсельмаша» в 36 краинах. До 2020 года их колькость повинна взрасти до 40. Почарается и ассортимент техники. Особливый гонор зараз – вот этот гигант, который неофицийно отримал назву «Суперкомбайн». Последняя модель – это, естественно, наша гордость. Это машина 2124. Так называемый «Суперкомбайн», который уже собрали. И в данный момент он проходит испытания. Пока успешное испытание. Ждем уже конечных результатов, чтобы проанализировать дальнейшую сборку и качество выпускаемой машины. В разные часы своего иснования «Гомсельмаш» переживал шмат складанных периодов. От эвакуации завода в военный час у Шалябинскую область и наступного вертания на родину в 43-м годе после вызволения Гомеля. И до совсем недавнего экономического спада на экипу вплывала агульная ситуация у сосветной экономицы. Самый такой напряженный момент стал 15-й год, экономический спад, который в том числе коснулся и «Гомсельмаша». Причина даже не столько внутренние проблемы, сколько внешние. Девалювация российского рубля и все эти моменты, безусловно, отразились на наших экономических показателях. В том числе мы не отрицаем, что без поддержки главы государства в этом вопросе нам очень пришлось быть тяжело. Но сейчас я могу твердо вам сказать, и вы это можете наблюдать своими глазами, что коллектив работает стабильно. Сегодня шестидневная рабочая неделя. До речи, об стратегии развития холдинга «Гомсельмаш» пойдет разговор завтра у программе «Диалог» на телеканале «Беларусь-4». Марина Джалая, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».